МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гости. Вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте «50 рецептов первого» раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство «50 рецептов первого». Просто вкусно! Чего хочется любой женщине? Правильно, налопаться углеводов и не думать об этом. Готовим и лопаем. Готовим вкусно и весело вместе с Мариной Кондратьевой и Дмитрием Кипенем. Всем привет! Сегодня в хорошем настроении мы вместе встречаем новый выходной день. Присоединяйтесь! Смотрите, какой отличный день! Выходной! Вы дома, в семье, у телевизора. Мы готовим для вас вкусное блюдо и делимся рецептами. Следом вы идете на кухню и повторяете. Отличный план, мне кажется. Как ты думаешь, Дим? В такой прекрасный день работать мне не лень. Отлично! Значит, рассказывай, что будешь готовить. Я знаю, что у нас сегодня будет выпечка в том числе. Выпечка, но она будет не сладкая, она будет мясная. Помнишь, мы как-то разговаривали с тобой, что я приготовлю выпуск для себя мясной, где будет много мяса. И вот он настал этот день. Рассказывай, что это будет? Первое блюдо у нас будет молодая картошка, тушеная с мясом. В казане в виде мяса будет выступать птица, курица. А второе блюдо будут такие штрудлики под сливочным соусом. Это не штруделя, а штрудлики. Маленькие штрудели. Маленькие штрудели с мясом, правильно? Да, с мясом, совершенно верно. Прямо сегодня у нас такой насыщенный мясной выпуск. В наших планах, видимо, сытно пообедать. Так решил Дима. Ну а я что? Я с радостью поддержу его решение. Друзья, оставайтесь с нами. Необычное, новое и вкусное блюдо из мяса сегодня у нас в эфире. Начинаем готовить. Штрудель с мясом и сливочным соусом. Слоеное тесто, свиная вырезка, сыр, репчатый лук, морковь, сливки, укроп, специи. Молодой картофель с мясом и овощами. Куриные бедрышки, молодой картофель, сладкий перец, томаты черри, чеснок, острый перец, кориандр, сладкая паприка, орегано, перец, растительное масло, соль. Первым делом надо поставить картофель, скажем так, его не отваривать, а обжаривать. Необходимо в казан налить масло. Крупно нарезать его, да? Нет, в этом-то есть, скажем так, и смысл этого блюда. Картофель молодой, он мелкий, поэтому отправляю его... Слушай, ну, есть вопросы. Это да. Это исключение. Выбираю мелкий картофель, отправляю его обжариваться. А я тем временем подготовлю фарш для наших штрудликов. Это будет семной фарш, обжаренный с луком, с морковью. И потом уже готовый фарш завернем, свернем рулетики и запечем под сливочным соусом. Мне кажется, у нас сегодня такие блюда, для которых практически делать ничего не нужно. Отправил все вместе тушиться в казан и в штрудель, ну, тесто и... Совершенно правильно. Ну, это же мужской выпуск, мужской обед. Что там, поп-поп-поп, и все еще давай. А как обычно, ты знаешь, как обычно в семье, тот, кто готовит, есть уже не хочет. Вот в чем проблема бывает иногда. Напробуете, напробуете, да. Напробуешься, нанюхаешься, и в принципе, когда сам готовишь, уже не так уж и вкусно. Так, как нарезать, Дим? Крупно нарезай, так же, как практически картофель, да, крупными кусочками. Хорошо. Подай мне масло, пожалуйста, на сковороду сюда. Расскажи мне, Дима, как проходили кастинг именно эти мясные блюда в этот выпуск? Как они победили? И среди каких блюд был кастинг? Ну, все очень просто. Сейчас еще лето, у всех есть картофель, пускай не молодой, но свежий, выкопанный, да. Есть уже, да. И поэтому с первым блюдом вообще вопросов не было. Ну, картофель и мясо, всеми любимое блюдо. Ну, а старым пришлось немножко поколдовать. Всеми известны штруделя, да. Да, есть яблочные штруделя, есть мясные, есть творожные, есть вишневые. Я, в общем-то, на такие рассчитывала сегодня в программе. Если быть честной, Дима. Вот пришла идея именно сделать такие мини-штруделечки, как закуски, когда нарезаешь порционно, и каждому достается по кусочку, чтобы не резать. Ну, в общем, ты понимаешь меня. Я тебя, конечно, понимаю, но не факт, что поддерживаю. Все-таки внешнее тесто для меня как-то звучит термоличнее, да, нежели тесто и мясо. Мы такие разные. Такие вы мужчины, а. Что делаем дальше, Дима? Так, перец оставляй в сторону. Скажи мне, как ты, дружишь с курицей или нет? А, конечно же, мы лучшие друзья. Лучшие друзья. Поможешь мне все это? Помогу с удовольствием. Что надо делать? Посмотрим, чему ты научилась за эти годы. Надо отделиться от кости. Справишься? Конечно. Держи. Давай. Перец, может быть, отставь куда-нибудь в сторону. Да, я сейчас уберу его. Потому что перец мы добавим практически в самом конце, когда все обжарится. Согласись, Дима, очень важно готовить правильно продукты. Не пережаривать их, не переваривать, не перетушивать, чтобы сохранять максимум питательных веществ. И даже когда мы готовим перец, нужно сохранять его аль денте. То есть хрустящим внутри и теплым снаружи. Таким образом мы сохраняем его витамины. И все полезные свойства, которые он нам несет. Тебе надо, чтобы я как бы раскрыла, да? Полностью вырезай кость и режь также на большие кусочки. Овощи необходимо подсолить. Такие кусочки нормальные или лучше? Шикарно. И поперчить. Дима, почему для этого блюда ты выбрал именно куриные бедра? Не филе. Потому что филе слишком постно будет и пресно. Но, скажем так, блюдо-то у нас не диетическое, а мужское, так сказать, чтобы наесться. И поэтому куриная грудка здесь будет неуместна. Курицу можно заменить свининой, это бараниной может быть, но это тоже тело вкуса. Так, фарш добавляем в сковороду к овощам и обжариваем. Картофель слегка обжариваем, чтобы он брызгался. Да еще и как. Дима, расскажи, как правильно выбрать фарш в магазине? Когда я была молодой хозяюшкой, мне нередко возникал вопрос, как выбрать фарш так, чтобы он был вкусный и не испортил мое блюдо, которое я задумала. Ну, прежде всего, лучше крутить фарш самому и замораживать его. И это так дешевле, вкуснее. Ты знаешь, что туда добавили. А да. Вот, зачастую я какой-то день, в основном это будни, где-то четверг, либо среда. Я еду на рынок, покупаю мясо, разбираю его, что-то на стейке, что-то пожарить. А уже из остатков кручу фарш. Таким образом у меня, скажем так, забивается морозилка, где есть там порционные куски мяса, которые можно пожарить, и есть фарш. Ну, конечно же, если нет такой возможности или нужно что-то сразу, скажем так, быстро приготовить и купить фарш, ну, прежде всего, надо смотреть на цвет. На цвет? А что должно быть с цветом? Расскажи. Ну, и ни в коем случае, не знаю, не покупать замороженный фарш, который, знаешь, продается в таких вот лотках лежит. Там вот, честно, я даже боюсь предположить, что там накручено. Вот, может быть, там даже какие-то шкуры, кости, ноги, хвосты. Лучше, ну, я советую такой фарш не покупать. Отправляем мясо в картофель? И следом за мясом в перец. Давай, туда же. Слушай, такое красивое блюдо получается, особенно в тот момент, что картофелина целая, очень интересная и красивая. Друзья, обратите внимание на размер. Иногда можно привычное блюдо приготовить, всего-то изменив размер ингредиентов, и уже совсем иначе выглядят гигантские картофели, небольшие куски мяса и крупные куски перца. Можно вместо салата оливье положить целые овощи, да, и есть к прикуску. Точно. Итак, обжариваем. Соль, перец, Дима. Да, сейчас посолить это все. Держи. Соль, перец. И нам необходим, Марина, еще перец острый для пикантности, для остроты. О, подправляем. Прекрасная идея. Слушай, красивое блюдо, Дима, очень красивое, мне нравится. Уже такой у него другой характер, непривычный. Заберешь домой, никому не отдашь? Ну, прямо, с удовольствием поделись. Угостишь своих мужчин. Я своим мужчинам и сама приготовлю. Договорились, фотографии у меня потом пришлешь, что у тебя получилось. В какой момент это блюдо нужно накрыть крышкой, чтобы оно действительно начало тушиться? Сейчас добавим туда еще специи. Это кориандр добавляем. Будем его. Кусочки чеснока, да, вместе с чесночком. Немножко можно его подавить. У нас тут получилось блюдо, похожее на Новый год. Только, посмотрите, желтые, зеленые, красные краски, плюс кусочки розмарина. Очень здорово смотрится и пахнет, знаешь, елью. Как будто мы в лесу это готовим. А то, что много круглых моментов, это горошины томатов черри, горошины мелких картофелей, они как шарики на елке. Новогодние шарики, да. Что-то мы летом про Новый год-то подумали, а? Ну, так уже скоро. Скоро уже, скоро Новый год. Итак, перемешиваем все еще раз и закрываем крышкой. Скажи, для чего? Для того, чтобы блюдо наконец-таки начало тушиться. Потому что у нас в планах был тушеный молодой картофель с мясом. Почти, но я хотел сказать, ну, чтобы они там подружились, познакомились. А, это история, я уже знаю эту историю. Марин. Да. Фарш обжарился и готов. Расскажи, что у нас в него добавлено? Практически ничего. Немножко любви, щепотку соли, перца. Что ты, что ты? А морковь как? Лук, морковь. Лук, морковь. И, конечно же, мясо. Дима, в моих планах все-таки выведут у тебя, как готовить домашний фарш, как его делать с таким, чтобы он был вкусным? Какое мясо лучше брать? В каких пропорциях? Какие специи добавлять, чтобы он был ароматный? Расскажи нам, пожалуйста. Ну, насчет фарша, тут, скажем так, опять же, дело вкуса, да, кому что больше нравится. Я предпочитаю дома крутить фарш либо свиной, либо куриный. Если мы разговариваем про куриный фарш, то я беру курицу целиком, разбираю ее и прямо не щадя ни грудки, ни ножек, ни крылышек, ничего. Ну, без крылышек, конечно. Все это в мясорубку, и он тогда получается в меру сочный. В меру сочный, да. Иначе, если мы крутим из куриного филе, на мой взгляд, тогда необходимо добавлять сало. Потому что он все равно будет суховар. Или же альтернатива при жарке котлет батон. А вот этот момент, когда надо, ну, потом ты берешь свиной, а свиной с говяжьим, смешивание, для того, чтобы вкус был такой более сбалансированный у мяса, не делаешь так, не мешаешь фарш? Дома, к сожалению, я говяжий не делаю. Ну, не знаю, мне не нравится почему-то. Какие специи обычно добавляешь в фарш? Это все зависит от того, насколько, ну, что я готовлю. Ну, классическая соль-перец, и иду на рынок, там специальные ребята стоят, и я говорю, ребята, мне для мяса, и они там поп-поп-поп-поп-поп, наколдовали, наколдовали, а что они туда добавили, кто его знает. Не важно, главное, чтобы вкусно было. Куча-куча всяких трав. Дима, а столько хватит тебе тертого сыра? Ну, может быть, еще чуть-чуть. Хорошо. Я слышала, что фарш нужно отбивать для того, чтобы из него получались вкусные котлеты. Выбивать. Насыщать его кислородом, так бить. Можно кого-то представлять. Бить. Марина, и тебя я не представляю, не переживай. И теперь я сомневаюсь. Итак, добавляем сливки. Ух ты, как по-богатому у нас сегодня. И вытушиваем в сливках, вывариваем. О, ну ты вообще прям как Клеопатра какая-то в своей молочной ванной. В молочной ванной, да. Фаршик будешь в сливках вытушивать. И, конечно же, зелень. Куда мы без зелени, Марина? Никуда. Лето на дворе. Зелень обязательно нужно добавлять в обед, завтраки, ужин. И зелени должно быть много. Признаюсь, мы с сестрой даже базилик добавляем во фруктовые смузи. И это очень-очень просто. Знаешь, мы, по-моему, с тобой или с кем-то я готовил. А с кем-то ты еще мог готовить, а? Фруктовые смузи именно с базиликом. Может быть, это мой рецепт ты позаимствовал. Может быть, на уровне подсознания где-то у меня всплыло так-то все дословно. Я не помню, с каким шефом. Я же с разными шефами готовлю. А вот это мне обраточка, да? Понятно. Понятно. Так, Дима, сыр я натерла, я так понимаю, он у нас на фарш идет? На фарш, но сверху мы будем закрутим рулет и просыпем полосочку сыра. Чтобы золотом покрыть наши пирожки. Золотом, чтобы она склеила. Поняла. Может, поменьше, может, тут, а то смотри, что происходит. Воды не нужно добавлять, Дима? Не надо, не надо воды. Соков хватает. Перец пускает сок, помидор пускает сок. Курица пускает сок, все пускают сок. Кроме нас с тобой, друзья, у нас в огромном казане тушится молодой картофель с куриными бедрышками и перчиком. А в маленькой сковороде у нас готовится фарш в сливках с морковью, луком, зеленью и мясом. И с мясом, да? Он практически готов, ему сейчас необходимо остыть буквально 5-7 минут для того, чтобы мы его завернули в тесто, иначе тесто наше растает, как майский снег. Ой, как красиво это сказал. Пока охлаждается фарш, наша мясная начинка, раскатаем тесто в такой один большой-большой смачный-смачный рулет. А я пробую мясо. Я вижу, что ты пробуешь. Уже, если честно, стыдно открывать казан. Там ничего не осталось, как ты пробуешь. Дурят. Мясо очень вкусно, можно немножко досолить. Дим, пожалуйста, если тебе уж соли мало, то... Я даже не знаю, досолю. Немножечко. Вкус был ярче. Дашь мне одну? А я хочу один здоровенный рулет раскатать. Все-таки один здоровенный решил? Один здоровенный рулет. Не маленький будешь делать? А мы его потом чик-чик-чик-чик порежем. А, ну пожалуйста. Так. Может, надо зелень какой измельчить для чего-нибудь? Ты не можешь стоять без работы, да? Ну а смысл стоять без работы? Измельчай. Что ж, друзья, подходит к концу приготовления нашего обеда. Мы надеемся, что вы что-то почерпнули для себя, какие-то идеи, какое-то вдохновение, какие-то, я не знаю, планы у вас появились после этого выпуска. Пойти так, там у меня лежит морозильник, и это в холодильном шкафу, вот это, я еще докуплю вот это и приготовлю вот это. Вот так должно было бы случиться после нашей программы сразу. Если вдруг вы хотите приготовить что-то из того, что готовили сегодня мы, то у нас есть официальный аккаунт Instagram. Он называется 50 рецептов. Заходите, подписывайтесь, и прямо сейчас увидите там мини-видео рецепты. То есть там мы перечисляем, из чего состоят вот эти блюда, которые сегодня мы готовили. Если вы захотите развернутую версию, то тут же отправляйтесь на YouTube-канал телеканала «Беларусь-1». Там все наши выпуски в отличном качестве. Можете делать себе закладочки, ставить нам лайки, дизлайки, писать комментарии, вносить свою лепту в то, что будет готовиться в дальнейших выпусках. В общем, мы с вами на связи, мы открыты для критики, для диалога, для общения, для всего. Присоединяйтесь к нашему кулинарному процессу. А мы заканчиваем приготовление нашего обеда мясного. Еще хотелось бы добавить, что вот вы посмотрели передачу, запомнили рецепт, открыли холодильник, ну там не хватает какого-то продукта. Ну не обязательно бежать в магазин, заменить его чем-нибудь. Экспериментируйте, ну не так ведь. Все правильно. Так рождаются гениальные рецепты. Не обязательно следовать от... Мы поэтому и не прописываем четко рецепты никогда, потому что просто делимся идеями каких-то блюд, делимся секретами приготовления. Это тот выпуск, это те 30 минут, которые просто нужно прожить с нами, чтобы отправиться на кухню в хорошем настроении. Я не знаю, как там у тебя дела, но у меня, посмотри... У тебя очень дела, ты знаешь, так прям на душе... Так неплохо, да? На душе хорошо сразу, когда видишь, как у тебя дела. Так. Мне нравится. Где мой сыр? Сыр, пожалуйста, он готов, он ждет тебя. Вот знаешь что? Во мне проснулся блогер для инстаграма. Он к тебе жил? Сфотографируй. Такой здоровенный рулетища. Можем, конечно, Дим, ну что ж, что ж. Это ж следует... Давай с руками твоими, давай, шеф готовит процесс. Ну не, не надо. Лучше не надо. Отойди, отойди, лучше отойди. Все, есть. Сейчас запустим. Ну или потом. Зеленуха. Держи. Укропчик тебе нарубила. Может, петрушечки надо было еще? Не стоит. Не стоит. Ну что, будем заворачивать? Ну давай попробуй, что там у тебя получится. Это рулет целый, а не штрудель. Рулетище. Рулетище. На самом деле, знаешь, как в Австрии принято, с древних времен еще, с тех времен, когда начали только делать штрудели, правильный пекарь должен раскатывать настолько тонкое тесто штруделя для штруделя, что через него можно прочитать письмо возлюбленной. Оттого и считалось, что самые вкусные штрудели готовят влюбленные пекари. Так-то, Дим, ты влюблен? Судя по тесту, не очень. Ну, это тесто не совсем правильное, на самом деле. Мы взяли, да, готовое тесто, слоеное, да, Дим? Да, слоеное тесто, бездрожжевое. Бездрожжевое слоеное тесто. Мы взяли полуфабрикат, но мы этого не стыдимся и вас иногда призываем делать то же самое, чтобы экономить свое время. Но в то же время вы можете сами замесить тесто, у вас выходной, отправить в морозильный шкаф, оно у вас всегда будет храниться, и когда захотите, приготовите что-то из теста. А штрудели-то разные бывают, бывают с ягодами, бывают с яблоками, бывают с грушами, с мясом, с творогом. И все их мы уже готовили в этой программе. Что ж, наконец-то штруделик пойдет запекаться. Теперь момент истины. На, держи тебе нож, хороший. Ну не бойся, у тебя все получится, Дима. Думаешь? Я уверена. А помогай мне. А что делать? Вот так вот выкладывай. Такое тоненькое, говоришь, не тоненькое, прям распадаются в руках. Не знаю, выдержит ли это тесто? Это такую, такую жирненькую начинку, представляете, друзья, фарш тушеный в сливках, а? Слюнки текут. Такое, действительно, блюдо для мясоеда. Мало, мало ингредиентов в основном. Это как котлетки в шубке, котлетки в пальтишке. Это вот по моему рецепту, да, когда мало начинки в пирожке, да, мы заворачиваем начинку, точнее в начинку теста, да, так и у нас здесь. Так, сыром посыпаем или не нужно? Обязательно, сверху. Понемножечку сыра. По чуть-чуть сыра. Чтобы он зазолотился сверху. И все, сколько времени нужно и при какой температуре, Дим. Запекаем при температуре 180 градусов 15 минут. Ох, и будем пробовать. А тем временем-то картошечка наша уже того. Того. Чего того? Подоспела. Итак, друзья, ждем 15 минут и сервируем наш обеденный стол. Друзья, последние штрихи приготовления. Я шинкую зеленый лучок. Мы раскладываем обед по тарелкам. И пробуем. Ну что, хорошо потомилась, да? Это из тех блюд, наверное, которые после того, как приготовила, следует еще подержать в казане с прикрытой крышкой, чтобы все это там запарилось, да? Нет? Запарилась, да, смотри, Марина, ароматы, да невероятные. Просто бомба кулинарная. Вот честное слово, вот не знаю, кто может еще приготовить лучше, чем мы? Да каждый белорус может, ты что? Что ты говоришь такое? А вот пускай попробует. Вот пускай. И фотоотчет обязательно. Пускай нам докажут, что мы не зря тут стоим в выходной, шинкуем лук. Готовьте, друзья. Вот честно, я даже не знаю, такой большой казан, хотел что-то оставить, но выложу все. Ты что-то перестарался. Выложу все. Получок, тебе в это блюдо нужно? Да, посыпай, а я за... Доставай наши пирожки. Штрудликами. Штрудлики. Ах, смотри, какие бомбаски. Вау, какая красота. Красиво. Друзья, наш веселый, простой, добрый, семейный, легкий обед готов. Мы готовы попробовать его, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями. Оставайтесь с нами. Для приготовления штруделя с мясом и сливочным соусом нам понадобилось Слоеное тесто, свиная вырезка, сыр, репчатый лук, морковь, сливки, укроп, специи. Для приготовления молодого картофеля с мясом и овощами нам понадобилось Куриные бедрышки, молодой картофель, сладкий перец, томаты черри, чеснок, острый перец, кориандр, сладкая паприка, орегано, перец, растительное масло, соль. Готов наш мясной обед. Самое время его попробовать. Я готов его поесть. Молодец. Дима, мясо сочное. Заметьте, друзья, отдельно его не мариновали, но оно впитало вкус и аромат тех специй, которые мы добавили в блюдо. И получилось очень вкусно. Перец сохранил текстуру свою, хрустящим. Ну, хрустящим я его не назову, но он сладкий и цельный. Картошечка, конечно, тает во рту, как крем. Слегка окунуть ее в соус. Просто. Прекрасная, домашняя, уютная история на тарелке. А если приготовить это на костре? О, ну, ты уже, конечно. Да с дымком. Да с дымком, да с угольком. Ну, давай. Давай. За наш обед вкусный. Семейный. Семейный. Три воздушные. Угу. Мясное. Сейчас бы бокальчик кваса холодного. Ох, зима. Ты такое чувствуешь, что чебурек тут ешь. Почти. Похоже. Напомнила, кстати. Наверное, поэтому кваса и захотелось. Угу. Друзья, вы знаете, нас уже три года. И точно помните, что мы плохого не посоветуем. Все наши блюда простые, вкусные, домашние, уютные. Понятные нам, белорусам. Поэтому смело готовьте по нашим рецептам и присоединяйтесь к нашему кулинарному процессу. Друзья, обязательно попробуйте это блюдо приготовить у себя на кухне, на даче, на костре. Чтоб оно обогатилось дымком. И это будет шедевр. Хорошего дня. Приятного аппетита. Хорошего настроения. До новых встреч.